Есть еще места на земле, где кажется, будто время остановилось, где 21 век с его шумным потоком людей и событий невластен, а первозданная природа заставляет выживать только благодаря ежедневному тяжелому труду. В одном из таких мест, в горной деревне на западе Украины, живет семья Виталика Джиголи. Возможно, ничто никогда не нарушило бы размеренного уклада жизни этой работящей семьи, если бы однажды в их дом, что стоит высоко под облаками, непрошенной гостей не нагрянула беда. Почелось кашель, температура, голова болит. Я не могла тоді спити температуру. Ну, и пошла до нашу сельскую лікарню, сдали аналізи, белок по мочи. Померили тиск, а тиск був 180 на 120 в таком дитине. Тому вони дуже, як то кажуть, напутались по-нашому. Виктория никогда не выезжала из своей деревни, но, услышав слова врача, она сжала внутри весь свой страх перед большим незнакомым городом. И повезла Виталика в Киев, где, как ей сказали врачи, мальчика могут спасти. У Виталика диагностировали острый гломеролонефрит. Обе его почки не действовали. Мы приехали, дитину забрали туда, ни малицы не видели. Сразу подключили на диаліз. Я там подошла, потом скажу, как нам будет. И она каже, або диаліз. В початку диаліз, потом каже, шукайте шлягу на пересадку. Я багато плакала, я просто плакала. Больше ничего. Перед родителями Виталика встали две очень сложные задачи. Найти донора и найти деньги на дорогостоящую операцию. Первая задача была решена, когда отец Виталика оказался подходящим донором. Ну, як бы бувся не дробел, бувся все загянутое. Решили же, кем бы было, и меня не было. Но найти деньги на операцию – эта задача оказалась непосильной для простых деревенских жителей. У нас грошей не было. Не было стихи… Ну, немає, звідки стихи взяти грошей у нас. Дуже было тяжко. Я не знала, куда идти, что робити, як мені бути. Отчаявшаяся мать ходила по улицам Киева в надежде найти любую возможность спасти сына. Читала все объявления. Может, попадется хоть какой-нибудь фонд. Но никто не мог помочь Виктории. Пока однажды в одном из фондов ее не направили в ассоциацию «Милосердие Эммануил». Дала номер телефона до Татьяны Петровны, и я так знала вас, чтобы смогли допомогти. Для девятилетнего Виталика и его семьи спустя четыре месяца страданий и усиленных молитв все самое страшное осталось позади. Сотрудники ассоциации «Милосердие Эммануил», узнав о проблеме Виталика, немедленно приступили к поиску денег. И вскоре необходимую сумму любезно предоставил Питер Велл, друг Стива Вебера, руководителя этой организации. А также ассоциация «Милосердие Эммануил» взялась покрыть все расходы после операционного периода. В августе 2015 года Виталику была проведена успешная операция по пересадке почки. На данный момент мальчик в хорошем состоянии, стабильное состояние у него, самочувствия, можно сказать, отличные. Конечно же, благодарны, естественно, потому что человек возвращается к нормальной жизни. И естественно, что для людей это выход. И если тем более есть тот, кто поможет им в этом, это для них счастье, для нас хорошо, потому что мы можем работать. Операция меня урятовала, и я теперь дома. Уже хожу до школы, встречаюсь с друзьями, энергийный, веселый. Хожу скрозь, хочу работать и всякие. Может, дата Ванерка передала, что же. Сегодня радость вернулась в этот дом. Виталик и его родные наслаждаются каждой возможностью быть вместе, потому что, пройдя через отчаяние и страх, они научились по-особенному ценить жизнь друг друга и людей, способных быть неравнодушными к чужой беде. Очень благодарна всем, что мы дитину, как говорится, урятовали. Почему сенс жизни? Все живы. Все с мамой, с семьей. Все с мамой. Все. 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 Все.